Мы продолжаем вас ознакомить с историями врачей, которые работали в разгар Парнабии. Так, в клинической больнице скорой помощи развернули сортировочный пункт. Там больные в течение суток ждут результаты своих КТ-тестов. При положительном тесте пациента госпитализируют, при отрицательном отправляют на амбулаторное лечение. Это позволяет значительно ускорить работу скорой помощи. Мой коллега Батраст Загуров пообщался с заведующим сортировочным пунктом КБСП Сергеем Ленским. В пандемию мы общались со многими медиками, работающими в грязной зоне. Все они отмечали, насколько тяжело и душно работать в противочумных костюмах. Теперь у меня появилась возможность испытать это на себе. В санитарном шлюзе я надеваю средства индивидуальной защиты. Тут полный комплект. Костюм, маска, чепчик, перчатки и бахилы. Рядом со мной Сергей Ленский, врач-инфекционист. Сергей показывает, как организована работа в распределительном пункте КБСП. Он заведующий пунктом. Это процедурный кабинет. Здесь трудятся две медсестры, заполняют документацию. Именно тут хранятся все необходимые медикаменты. В любой момент можно измерить температуру тела. Мы движемся дальше. Больные недавно пошли на обследование. Их палата сейчас пуста. Мы не стали терять время и осмотрели ее. Условия вполне достойные. Помимо прочего, здесь есть кнопка экстренного вызова, ингалятор, а также кислородный концентратор. Снимаем средства индивидуальной защиты мы уже в другом шлюзе. Сразу же кидаем их в специальный бак. В костюме я провел 15 минут, но по ощущениям, будто часа 3. В нем действительно физически тяжело находиться. После такого опыта невозможно не уважать ежедневный труд медработников. Наконец, мы вышли во двор. Сергей рассказал о ситуации с COVID-19 в больнице. Контингент стал более пожилой. То есть люди вышли на улицы, люди стали больше общаться, меньше соблюдать правила личной гигиены. Ну, как говорится, расслабились. Поэтому болеют те, кто тогда не болел, кто сидели дома, кого берегли родные от болезни. И вот они сейчас болеют. Болезнь протекает очень сложно у людей с сахарным диабетом, у людей, которые отягощены соматически, то есть с соматически отягощенным анамнезом. У кого есть гипертоническая болезнь, у кого есть обструктивная болезнь легких. На сегодняшний день, сегодня 8 октября, в больнице состоит 373 человека на утро. Вчера обратилось 109 человек и госпитализировано 46. Ну, 46 госпитализаций – это немало, согласитесь. Естественно, вирус не у всех найден. Бывает чаще всего так, что вирус, как говорится, натворил дел и ушел. Вируса нет, а организм и вторичная микрофлора, они как бы продолжают дело, то есть развивается пневмония вирусного характера. По КТ это бывает, ну, более-менее понятно. В основном, где-то в 90% случаях мы можем по картине КТ, если есть пневмония, даже предположить, что это пневмония вирусного генеза. Этот вирус коварен. Зачастую люди даже не догадываются, что заразились. Так на какие симптомы следует обращать внимание? Первые симптомы, ну, в основном у всех больных, первые симптомы – это потеря вкуса и обоняния. То есть больной не чувствует запахи, каждая еда ему становится, любая еда становится одинаковой на вкус. Потом бывает редкий сухой кашель, потливость. Потливость идет не все время, а приливами, ну, то есть периодическая потливость. Это новая инфекция, то есть ведет она себя не так, как мы привыкли, что будет насморк, будут боли в горле. В основном ни у одного пациента боли в горле нет. Насморка нет ни у кого. То есть надо, не надо ждать этих симптомов, надо обратиться, лучше перестраховаться, чем сидеть дома и ждать, когда все ухудшится, и ситуация выйдет из-под контроля. Весной и летом особенности вируса были еще мало изучены. Теперь ситуация улучшилась, поменялись и методы лечения. Раньше наша терапия была направлена на то, чтобы поднять иммунитет у больного. Сейчас же мы, наоборот, пытаемся иммунитет больного немножечко снизить. Мы даем, помимо этого, еще антибиотики, но тоже по схеме и тоже не каждому. Вот так. Если раньше мы еще, у нас, ну, как бы был такой гласный, так сказать, запрет на инфузию, то есть мы больных не капали. Сейчас мы капаем адекватно потери жидкости. То есть если больной потеет очень сильно, в связи со слабостью и невозможностью неохотой пить, не пьет, то мы все-таки восполняем. Мы сейчас очень следим за именно водным составом крови, чтобы кровь была именно вот такой густоты, какая нам нужна. Ну, может быть, вот обыденно сказал, но зато будет всем понятно. Батрас Загуров, Александр Левченко, Олеся Разбитнова специально для программы «В итоге». Продолжение следует...